что вас заставило поднять хлеб мы здесь устроили социальный эксперимент и это мы положили булку хлеба ну хлеб валяется на дороге это кощунство это мое мнение я не знаю как можно чтобы хлеб валялся у меня родители учили кусочки хлеба вообще не выбрасывать лучше отдать птичкам там или что-то а вы кем работаете если не секрет ну я работала инженер геофизик а сейчас я давно на пенсии для вас лично хлеб это что такое это все и петь жить можно спасибо вам большое не прошли мимо подняли так бережно на травку уложили социальный эксперимент проводим вот смотрим как люди от нас отнесутся к хлебу который лежит что у вас заставило что меня заставило знаете еще с войны мы голодные были берегли этот хлеб он каждый крошечку поэтому конечно бросает бросает зачем вы сейчас на пенсии так понимаю я сейчас на пенсии а я работала медработником сельская в селе работала фельдшера кушаркой на сахалине на сахалине как вам на продукты хватает чем занимаетесь вот свободное время я сейчас занимаюсь этим солдатом собираем это гуманитарная помощь вот в этом как его нашим на рынке нашим которые на украине на украине мы уже отправили 50 ящиков вот пятницу военных приехали забрали как вы относитесь вообще к спецоперации на украине ну какой-то степени жалко ребят ну нужно ничего что же делаешь а если бы к нам на нас напали бы а я видел эту войну мы из москвы эвакуированы ехали два месяца в ульянск когда к истры подходили немцы целом все хорошо на продукты на лекарства средства хорошая пенсия все хватает все у меня есть так что это дай бог вам здоровья и долгих лет жизни нету и сейчас вот общественную работу еще веду несмотря что вне столько лет огромное вам спасибо всего доброго почему хлеб не поднимаете а зачем лежит вот на траве лежит зачем нам а если бы здесь валялся подняли бы или мимо бы прошли голуби есть бабушка шла видели она его так любя взяла и на травку положила как думаете почему а как думаете почему нельзя чтобы хлеб валялся на земле как там поговорка для всему голова а мы проводим социальный эксперимент кладем хлеб на дороге и смотрим кто будет поднимать сторонку убирать на кто нет вот скажет поднимать да а вот почему люди старшего поколения вот так бережно относятся к хлебу я заплачу сейчас потому что мы прошли через трудное время мы знаем как бы стоимость кружки хлеба кружки хлеба и знаем стоимость 100 граммов хлеба и все это осталось моей памяти вы хотели эти войны как вам живется вообще вы на пенсии я на пенсии работаю еще подрабатываю работаю еще работаю и пропадаю английский язык я учитель большой стаж у вас 53 года в целом на продукты на лекарства денег хватает или все таки не хватает не хватает я как бы сказать привыкла ну я в нужде все время жила я намного не рассчитываю я привыкла к этому и помогающим людям а сейчас свободное время как проводить я хожу в парк занимаюсь и лыжами играя играла баскетбол раньше сейчас я как бы дышу воздухом нормально слушайте ну здорово нормально спасибо вам песни чтобы не плакать а карта сахалинства у вас есть обязательно а что по ней вот я слышал пенсионерам везде двери открыты по ней или я не скажу за всех все мне двери открыты но мне вот проезд и бесплатный по городу в театр можно еще куда-то ходить по области бесплатный проезд в театр я могу ходить затем я могу ходить в разные спортивные эти вот секции бассейн плавательный но это плюс конечно но в стране тревожно я боюсь за за внуков им труднее потому что время меняется я видела и хорошие стороны в жизни и всякое бывало но мы выстоим обязательно выстоим все спасибо вам большая тоже держи хлеб будем кормить голубей как ты думаешь почему вот люди в возрасте они так уважительно к хлебу относятся ну потому что они наверно знают как ну что что он вообще для них значит и каким трудом он а вообще можешь рассказать вот как из чего хлеб делают как вообще сам процесс от начала до конца что выращивают там как собирают это растение сначала на сеть пшеницу потом комбайн это все собирается пера это все это точно не знаю но идет когда пера переработка потом из этого собственно и делают хлеб муку а потом уже муку муку потом и звуки собственно делать хлеб все все правильно